Каждое слово энергетически очень сильное и оно имеет свою энергетику, которая не повторяется в других словах. Поэтому со словами нужно быть осторожным. Иногда неправильно сказанное слово и даже произнесенное не специально, а в разговоре или по незнанию способно изменить энергию, поступающую к нам. И при этом обращаем ваше внимание, что есть слова, которые придают нам сил, которые настраивают нас на позитив и показывают, что все обязательно у нас будет хорошо. А есть слова с противоположным действием и они даже способны полностью перекрывать энергетические потоки в нашу жизнь. Многие люди пользуются словами и даже не задумываются о их значении, о их силе и о том, что некоторые не стоит употреблять вообще, а некоторые наоборот, стоит говорить намного чаще. С помощью слов мы можем сформулировать наши мысли и сделать правильный посыл, который может изменить в нашей жизни моменты, которые идут, например, не так, как нам бы хотелось в нашей жизни. Мы на это способны и слова заставляют верить в что-либо или, к сожалению, наоборот, разочаровываться. Мы многое можем привлечь в свою жизнь. Но для этого нужно правильно научиться пользоваться этой сильной энергетикой, направлять ее в нужное для нас направление. С помощью слов, сами этого не понимая, мы программируем себя на успех или наоборот неудачи. И обращаем ваше внимание, что каждый человек имеет свою энергию и похожих между собой нет. Она дается с рождения и со временем только укрепляется или разрушается. И это выбор мы уже делаем только сами. Сказанное слово запускает определенную энергию. Она может быть положительной, отрицательной и даже разрушительной. Соответственно, она по-разному влияет и на нас. Может помочь и защитить, а может и навредить, а также разрушить все светлое, что мы имеем. Очень важно еще то, как мы произносим слово и какую силу и смысл в него вкладываем. Так, с помощью слова можно помочь справиться с разными проблемами или изменить жизнь в худшую сторону. Если посмотреть на нашу ауру в тот момент, когда мы произносим определенные слова, то можно увидеть, что она меняет цвет. Очень интересным фактом является и то, что аура ребенка особенно меняется, когда он слышит слова, которые произносит мама. Поэтому важно следить за тем, что и как мы произносим, так как это напрямую зависит, что нас с вами и будет окружать. Возьмем простое слово спасибо. И мы слышим, как правило, его каждый божий день. И сами употребляем, используем везде. Но мало кто из нас задумывается и видит в этом слове опасность. Но она есть, а значение его спаси Бог. И оно означает, что мы хотим от кого-то оградиться, не слышать этого человека, не общаться с ними, не ощущать его энергетику. Поэтому мы ставим уже блок на энергетическом уровне. И с каждым разом он все больше будет только увеличиваться, а связь с таким человеком будет обрываться. Если говорить это слово постоянно и везде, оно будет каждый раз отделять вас от людей, которые вас окружают. Поэтому, если вы хотите продолжать общение с определенными людьми, прекратите им говорить слово спасибо. А вот если наоборот хотите отдалиться от человека, продолжайте употреблять его в разном контексте. Например, спасибо, что меня научил. Или спасибо, что помог. Спасибо, что обратил внимание. Так вы будете еще и одновременно ограждаться от негатива, который посылает вам такой человек, и он не сможет вам вредить, а со временем и сам перестанет с вами общаться, так как он не сможет влиять на вас на энергетическом уровне. А вот если вы искренне благодарны человеку и желаете, чтобы он и дальше был в вашей жизни и продолжал с вами общаться, говорите наоборот другое слово. И это, друзья, слово благодарю. Оно означает, что вы в знак благодарности дарите человеку благо. Если вы задумаетесь, то вы увидите, что это слово состоит из двух слов благо и дарит. Так ваше энергетическое поле и поле человека, которому вы благодарны, будут укрепляться и обмениваться потоками положительных энергий, принося в вашей жизни светлые моменты и наполняя ее еще и большим количеством положительных энергий. А чем больше вокруг вас положительных энергий, тем лучше и удачнее складывается ваша жизнь, так как в ней у вас стабильное финансовое положение, счастье, удача, благополучие, стабильная работа и, конечно же, крепкая семья. Поэтому научитесь правильно использовать слова, и вы сможете этим защищать себя и привлекать в свою жизнь положительные моменты, светлые энергии и много-много хорошего. Начните использовать и правильные слова. Вы увидите изменения в своей жизни и в круге людей, которые будут вас окружать, так как все недоброжелатели, они просто отсеются, а искренние люди обязательно будут с вами рядом. Первое время, конечно, трудно перестроиться, нужно будет время для того, чтобы выработать свою теорию и придерживаться ее. Но когда вы это сделаете дальше, у вас это все будет получаться уже просто и легко, а со временем это перейдет в обычное дело. Но когда вы со всем справитесь, результат вас обязательно приятно удивит. Также научитесь за какие-то вещи благодарить незнакомых вам людей, например, за то, что вам что-то подали, где-то придержали дверь, уступили место и так далее, и так далее. Примеров достаточно, друзья, много. Даря добрую и положительную энергию, вы ее обязательно получите еще больше в приумноженном виде. Помните обязательно об этом, друзья. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях напишите слово изобилия. Пусть вселенная, друзья, приумножит это в вашей жизни. Пусть вселенная, друзья, приумножит это в вашей жизни.